И на большом количестве ударов по воротам, и в достаточно солидном перевесе по голевым моментам. Дело в том, что гораздо цельнее выглядит что ли игра Глукасарая. Вот вы видите первый забитый мяч, Парабалыш в центре обороны. И Томаш Ульфалуши, новичок Глукасарая, делает голевую передачу Милану Барышу. Вот так вот чешская связка в Стамбульском клубе уже сработала. Казим Ричардс тем временем сделал этот проникающий пас через центр обороны Ливерпуля. И, кстати, не только в этом моменте центр защиты Мерсесайцев оставлял достаточно жалкое зрелище. Дело в том, что вот эти проникающие передачи по ходу первой половины встречи, они проходили. Их точно пробить по воротам из очень выгодной ситуации. Что касается Дони, старается голкипер Ливерпуля в сегодняшнем матче каким-то образом себя проявить. И вот мы видим сейф, его достаточно неплохой. Мы его не увидим во второй половине встречи, а вот второй гол. Холлсон отпустил Милана Барыша и счет встал на 40-й минуте 2-0. Как сейчас уже шутят на официальном сайте Ливерпуля, болельщики, которые пишут в Твиттере, было бы неплохо Милана Барыша заполучить обратно в свою команду. Ну, очевидно, что Барыш выглядит очень ярко в составе Голдсарая. Достаточно давно, не только в этом матче. Готовятся замены у Ливерпуля. И, скорее всего, мы увидим Дирка Кейта. Сейчас на поле один из немногих футболистов, который в запасе сегодня у Мерсесайцев. А претендующих, да не то, что претендующих, а запоминающимся, я думаю, что до 20 лет не уступит. Но пока Элмандер забивает третий мяч. Вот так дебют за новую команду Юхана Элмандера. Блестящий удар с линией штрафной площади. 85-я минута и Ливерпуль второй матч подряд проигрывает с крупным счетом 0-3. Хороший очень момент. Давайте разбирать. Не досмотрел Брэд Джонс. Понимает он, что мог бы, наверное, выручить в этом эпизоде. И никого из защитников. Традиционно. Все сосредоточились на Туране. Это Спиринг и Кирьякос там были. У Спиринга, конечно, должен был, наверное, в первую очередь приглядываться Элмандером, который с глубины поля открывается на передачу партнеров. Опасому, кстати, сделал вышедшим на замену Айхан Акман. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!